МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, золка, в первую очередь, ты мне скажи, пожалуйста, это правда, что у вас никто эндотарктомию не делает во внутренней сонной артерии? Наверное, шутка. Шутка? Да. Разрешите поприветствовать мобильной студии Алексея Шмарина. Эндотарктомию делают. Делают и в президентской клинике, в Астане и в Алма-Ате делают. Но на сегодняшний день количество эндотарктомии в президентских клиниках резко снизилось. К этому поспособствовала наша активная позиция в плане эндоваскулярной. И на сегодняшний день есть такие инструменты классные, которые гибкие, есть системы защиты, которые позволяют достаточно безопасно провести стенкирование. И лучевой доступ развивается, и бедренный доступ. У нас есть инструменты, которые позволяют и третий тип дуги аорты пройти. И если даже лиришь, есть окклюзия, можно зайти с лучевого доступа, с плечевого. Поэтому на сегодняшний день инструменты классные. И отдаленные результаты. Мой личный опыт, наверное, порядка тысяч стентирования. Среди них, рестонозов, может быть, 4-5 пациента. То есть это менее 1%. Поэтому я не думаю, что всех этих пациентов надо было делать эндотарктомию. Эндотарктомия, да? Фух, а то это, да. Я уже вспотел. Ребята мне сказали, да у нас, говорит, эндотарктомии-то нет. Мы все стентируем. Ну ладно, хорошо. Так сильно мы отстали. Ну я согласен с тобой по поводу инструмента и его наличия. С атеросклерозом, если у нас с атеросклерозом более-менее все понятно, и ты говоришь, что склонность к вмешательствам эндоваскулярным именно идет, какие преимущества среди стентов ты видишь? И давай поговорим о составе атеросклерозической бляшки, в зависимости от ее кальцинированной, либо она свежая какая-то, выбор стенда. Вот это очень интересно для докторов, которые начинают, да и для меня, и для всех. Твое мнение. Все зависит от того, насколько имеется сужение, и если там кальций, нет кальций. На сегодняшний день тот протокол, которым мы пользуемся, мы делаем хорошую предилетацию вначале, и затем устанавливаем стенд. То есть в этом случае нужно установить любой стенд. Это может быть плетеный стенд, как World Saver, Casper, или же каротидный World стенд, или же это может быть лазерные нарезки, типа C-Guard, Inspire MD, Exact от компании Abbott, или же наш любимый старый протежи, который вне зависимости от сужения не удлиняется, а стенд, который удлинился, его после постдилетации сократить невозможно. Поэтому всем своим коллегам я рекомендую делать хорошую предилетацию до номинального диаметра, или до диаметра, который необходимо оставить после стендирования. Обязательно использование ловушки. Вы 100% используете? Дистальная? На практике дистальная ловушка, да. Проксимальная система MoMo, она снята с производства. Да. Гайд-баллоны, которые используются прежде чем-то, они особо не пошли в Казахстане, поэтому у нас в основном коллеги пользуются дисталлаксы с катетерами, аспирацией, поэтому дистальные ловушки, они более предпочтительны. И, учитывая, что школа каратидного стендирования, условно, она начиналась у сосудистых, потом присоединились рентген-хирурги, но в большей части, вот, национальной центральной хирургии, где я работал, мы переняли этот опыт у нашего коллеги из Израиля, доктора Шимона Маймона. Он всегда любил пользоваться спайдерами, вот, мы можем использовать... Ты часто на него ссылаешься. Ну, это мой учитель, да. Я у него многому научился, вот. И, ну, как боксера поставишь стойку, он всю жизнь будет в этой неправильной стойке стоять, да, или же в правильной стойке. Поэтому эта школа оставила такой отпечаток, что мы пользуемся дистальными фильтрами. Интересно, что ты назвал дважды дабл-мэш стенты, вы все-таки используете их в практике, учитывая все, весь негатив, который на них был, трайлами выдвинутый. Ну, все-таки адекватная дезагрегантная терапия. Вот, я не знаю, как в России, но у нас на двойное плетение коллеги активно используют текагрилор. Про сугреле в стране, может быть, где-то он появился, но официально его нет. От клопидогреля потихонечку коллеги отходят. В нашей практике мы его оставили, учитывая, что мы используем тесты. Это тест Acumetric Verify Now или же Multiplate тест от Philips. Оба теста используются. Всегда, да? Ну, в нашей практике это всегда восстанавливает Philips система, в Алмате это Acumetric. Вот, если он показывает, что, да, есть адекватное снижение агрегации, то мы можем продолжать на клопидогреле. И наш опыт показывает, примерно 30% наших пациентов имеют эрозию язвы желудка. И чтобы не спровоцировать желудочное кровотечение, мы переводим пациентов на монодезагрегантную терапию. И на сегодняшний день мы просто переводим пациента на монодезагрегантную терапию без аспирина. А на какое продолжительность времени? Если аспирин противопоказан, то пациент получает год дезагрегантную терапию. Если есть сопутствующая коронарная патология, мы оставляем клопидогреле, если он эффективный, пожизненный. То есть не переводим пациента на аспирин, потому что часто они на аспирине дают эрозию кровотечения. Если аспирин не противопоказан, тогда через примерно 3 месяца, если это каротидный стеноз, если это интерклеонийный стеноз, то через 6 месяцев мы переходим на аспирин. Зачастую больной вопрос эндоваскулярных специалистов, это кинкинги, извитости. Если, давай пойдем от атеросклеротической бляшки, и кинкинг, он не проявляет себя, ну мы не знаем, проявляет он себя или не проявляет, потому что есть стеноз, но он рядом. И мы стентируем. Как правильно позиционировать стенд в этой ситуации? Нужно ли выпрямлять, можно ли, и предпочтение по, опять же таки, стендам? Наш ранний опыт. Мы в таких клинических случаях брали короткие стенды протеже, 30 мм, и их позиционировали без влияния на кинкинг. То есть он всегда устанавливался ниже кинкинга, и при этом кинкинг никак не менялся. То есть стенд короткий, он не меняет анатомию сонной артерии. В последние годы, да, мы продолжаем это делать, но если мы подозреваем, что этот кинкинг может тоже иметь гемодинамический, или же, то есть если там есть загиб, тогда можем и этот участок, включая, простентировать. Длинный тогда стенд, да, берете или два? Длинный, да. На сегодняшний день мы дошли до того, что можно стентировать двумя стендами. Первый стенд берется, как правило, плетеный. Это может быть каратит-волст стенд длиной 6 см, или же может быть 8 на 40 стенд Ротсфейер или Каспер. Предпочтение этим стендам, они проходят через изгиб кавернозного отдела, то есть доставочная система может туда проходить, и стенд может безопасно открыться. Более жесткие стенды, как протежи... И по краю они не дают вот этой проблемы, да? Да, он достаточно безопасно открывается в каменистой части, и дальше он продолжается в шейный отдел. Очень интересно, да. Еще вопрос по поводу, если у нас нет атеросклероза, да, но есть клинически выраженный, да, кинг-кинг. Да, без проблем. Открытый или эндоваскулярный, во-первых? Раньше я кинг-кинг не рассматривал как хирургическую проблему, но я знаю, что наши сосудистые хирурги, они выходцы из российской школы Покровского, вот, и они любят отрезать сонную артерию, пришить ее, сделать реадрессацию. Ну, первый пациент, который был у меня с подобной патологией, его прооперировали, после операции был порез лицевого нерва и губа свисала. Вот, и этот пациент пришел с тем учетом, что ему будут делать вторую сторону. Я говорю, ну, если операция также осложнится, и у вас повиснет вторая сторона, как вы представляете, как вы будете кушать в будущем, да? Так хотя бы симметрично будет выглядеть лицо. Ну, это условно можно считать, как инсульт в стволе, то есть это периферическое поражение. Как правило, в статистике эти поражения не считают, то есть поражение периферических нервов, повреждение возвратного гортанного нерва, да? Хотя эти пациенты после эндортоэктомии, ну, когда начальный опыт, вот, сложная анатомия, я не думаю, что даже опытные специалисты обходятся без этого. Вот, это встречается, это и есть. Это не просто встречается, это проблема. Я тебе скажу, вот, просто на своей практике, и до того, как я переехал там и в Нижнем Новгороде, и в Южный Короле, просто то, что я видел своими глазами, и то, что слышал, это... Я поэтому категорически... Я лично категорически против этих вмешательств, и вот, когда я узнал, что ты вмешиваешься эндоваскулярно, мне очень это было интересно. Расскажи подробнее, как... Второй мой учитель и друг, это Роме Шапло, который работает в Эссене. Вот, его прекрасная презентация. Называется Тонзилар. Каратит Тонзилар, ну, то есть, вот, извинитесь. Даже больше койлинг, наверное, да, не кинькинг. И удивительно, практика, которая пришла с механической тромбоктомией, когда используют стенд-ретривер, то есть он располагается в среднемозговой артерии, и вроде бы есть и койлинг, и кинькинг, и ты не можешь завести гайд, вроде мучаешься с ретривером доставил, и когда ты начинаешь его оттянуть, вот, в один момент ты видишь, что твой аспирационный, ну, гайд-катетер находится в кровянистой части, и он таким образом начал эти лупы выпрямлять, и достаточно эффективно, он использует каратитный волк стенд, это его любимый стенд, но в Казахстане этого стенда долгое время не было, ну, по определенным причинам, это Boston Scientific, стрекинг, организационные какие-то моменты, и мы начали пользоваться Каспером и Роу Севером, и получили похожие результаты, и пациенту не надо идти на такую достаточно обширную, объемную, под общей анестезией операцию, да, вот я не думаю, что кинкинги и койлинги, так же, как и эндотрактомия, делают под местной анестезией, большей части, это общая анестезия, это разрез, это рубец, это возможные риски кровопотери, это косметический дефект, то есть, есть много таких моментов, учитывая, что дезагрегантная терапия становится все безопаснее и безопаснее, вот, я думаю, что этим лечением будущее. Скажи, какие-то есть особенности при заведении стента и инструмента, нужно ли гать завести дальше, и использование ловушек, вот, технические особенности? Если нет стеноза, ловушка использовать не нужно, первый наш опыт, мы пытались все время проходить дистально, вот, сейчас последний опыт, я в Казаларде последний раз пропил трех пациентов подряд, вот, у них был койлинг, кинкинг с загибом, вот, вначале пытался завести дистал аксесс катетер, и на нем, на жестком проводнике выпрямить. Ага. Соседство с интервенационным кардиологом последние 8 лет позволило использовать их инструменты, жесткие проводники, 14-е, коронарные, и получается, когда ты заводишь два 14 проводника коронарных, завел дистально до кавернозной, может быть, даже супропильного отдела, потом начинаешь его подтягивать, выпрямлять, проводник сверху фиксирован, а внизу он просто выпрямляется, и в этот момент артерия становится ровной. тогда уже проблем завести. И если можно завести стенд, а Каспер, там, волстенд спокойно через какие-то суженные моменты проходит, поэтому нет никаких проблем. Предпочтение по доступу радиальный или плечевой, или бедренный? Ты знаешь, от последнего нашего трансляции, это было в мае месяце, мы пытались сделать лучевой доступ, взяли катетер балласт, он все время вылетал в аурту, и ты можешь понять, что, скорее всего, это всегда бедренный доступ, хотя такие стенды, как Каспер, можно доставлять через 6 френч гайд-катетер, это может быть коронарный гайд-катетер, это не обязательно, чтобы было жесткое системе 8-ми френчевой, поэтому это мое предпочтение, если мои коллеги кардиоинтервенты начнут делать это через лучевой доступ, я думаю, в этом нет ничего такого. Вот это самое главное хотел тебя услышать, что твое личное предпочтение такое, но если это будет динамика по доступам в другую сторону, ничего страшного, главное, выполнение процедуры. Мне нравится плов праздничный, Гензи, Хаз, кому-то нравится ферганский плов, кому-то наманганский плов, поэтому разные предпочтения, то есть не обязательно делать стандартно, то есть можно отходить и причем как бы мы не говорим уже о бедренном доступе как о стандарте, не говорим о лучевом доступе как ольтернативе, то есть оба метода, если ты смог добраться, который устойчивый, стабильный, позволяет тебе провести безопасно, эффективно твою манипуляцию, ты можешь даже через венозную систему взять. Это вот это то, что я всегда говорю и мне очень приятно слышать это из твоих уст, потому что доступ не должен быть основной, альтернативный и так далее, да, ну то есть нужно выполнять то, чем владеешь, то, что умеешь и предпочтение лучше для пациента, да. Я хотел с тобой разобрать ток атеросклероза и я тут даже не могу подняться в интеркраниальные сегменты и хочу еще по поводу пройтись по бифуркации, есть ли есть ты нос изолированным во внутренней сонной, без вовлечения бифуркации, без перехода на общую сонную, нужно ли выводить стенд в общую, как позиционировать правильно, в зависимости от расположения бляшки, вот. Как правило, это короткий стенд, как правило, или же это, если нету дальше извитости, может быть, и 4-сантиметровый стенд, вот, и стенд заканчивается до бифуркации, очень много у нас таких кейсов, вот, и если там нету атеросклероза, зачем трогать артерию, вот, у нас были коллеги из Новосибирска, Павел Селезнев, это было в 2017 году, вот, и мы оперируем стонос, они приехали на несколько дней, и я, там, снизу тоже была атеросклеротическая бляшка, но она не влияла на просвет, вот, я закончил стенд на бляшке, и он такой, как ты не будешь стентировать нижнюю часть, я говорю, ну, вероятность того, что она вырастет, минимальная, там был кальций, вот, вероятность того, что мы получим оттуда проблемы, тоже минимальная, если бы это была мягкая, рыхлая бляшка, возможно, надо было продолжать, да, вот, и поэтому мы закончили, просвет дальше был нормальный, хотя, было видно, что там бляшка, вот, и с пациентом все нормально, зачем стараться, это же не коронарная артерия, где нужно стенд заканчивать в здоровом сегменте, но это просто общая тенденция, видимо, так учили, не знаю, это школа, да, потому что выходить нужно на общий, может быть, да, первые стенты, которые мы учились после маймона ставить, мы ездили в Москву, это были коллеги из клиники Бакулева, кардиоинтервенты, вот, и они показывали, какие-то стенты ставить, скорее всего, у вас тоже эта школа, возможно, потому что все говорили, да, такой подход должен быть, но мне нравится вот то, что ты говоришь, и я тоже стараюсь так делать, потому что когда-то я увидел и так стараюсь придерживаться этого, скажи, есть ли это поражение устьевое общей сонной артерии, в особенности правое интересует, да, совлечением брахицефального ствола, какие решения здесь, как правило, в казахской популяции я не видел повреждения, поражения правой общесонной артерии, это, как правило, левая, может быть, и субакклюзия, вот, и был интересный опыт, я установил стенд 10 на 7 протежей, длиной 30 сантиметров, ну, надеялся, что краткосегментарное поражение, вот, и мое удивление, через 6 месяцев артерия была ровной, с небольшим стонозом, вот, и стенд лежал в аорте. Вышел весь сполз, что ли? Из-за пульсации, скорее всего, то есть он заканчивался прямо у края аорты, было после установки, после установки хорошая полз дилетация, вот, и для меня это было удивлением, и после этого случая, когда я ставлю стенд самораскрываемый на обществу на артерию, я продлеваю его дальше дистально, то есть ставлю первый зацепиться, так скажем, и старым стендом я его просто закрепляю в обществе сонной артерии, вот, и после этого я таких разложений не видел, это мой опыт. Но это самораскрывающиеся, или тут баллоны тоже могут быть? Баллоны я не ставил, не могу ничего говорить, да, позвоночной артерии, как правило, таких проблем не было, вот, и мы туда ставим самораскрываемый стенд, не позвоночный, подключичный артерий, вот, и как правило, это трехсантиметровые стенды, становятся не очень хорошо, как валированно, без проблем. Подключичные стентируете только при наличии клинический стилс-сендрома, или же, какой подход у вас? Более 70%, то есть, мы понимаем, что любое сужение более 70%, может проявиться. В каротидах мы пришли к этому, потому что людям надо делать эндортеректомии, и они это обосновали, и в позвоночных артериях эндортеректомии делать невозможно, поэтому они обосновали, что если есть сужение более 70%, можно не стентировать, можно, чтобы пациент был на дезагрегантной терапии, и если она закроется, ну и бог с ней. Я думаю, что это подход сосудистых хирургов, то есть, интервенты, скорее всего, в этой области еще менее активны были, поэтому они не смогли подвести под эту базу, и мы знаем, что позвоночное стентирование в первом сегменте коронарными короткими стенками, оно достаточно безопасно, эффективно, стеноз более 70%, почему мы должны жертвовать позвоночной артерией? У меня буквально на прошлой неделе был случай, единственная позвоночная артерия, критический стеноз, на нем была такая растущая тромботическая масса, пациента перевели на антикоагулянты в другой больнице, дали дезагрегантную терапию, и пациент пожилом оперироваться у нас, мы его взяли через 5 дней, там были моменты организационные, закрылась вся позвоночная артерия, то есть она была в тромбах, и этот тромб дорос до средней третьей безвязи одной артерии. У меня вопрос всегда ли стеноз позвоночной артерии безопасен? Безопасен, да, согласен с тобой. То есть позвоночная артерия, видим стенозы, лечим, независимо от того, хоть там две работающих. По гайдлайнам не имеем возможности, но если пациент имеет транзиторную атаку в этом бассейне, если есть участки микроинсульта, мы должны ждать следующий инсульт. Согласен. В сонных артериях мы этого не делаем, то есть мы видим, есть симптомная пляшка, она более 50%, и ее можно брать на эндортеректомию, это стандарты, да, более 70% можно делать стентирование, почему мы должны к другим стенозам относиться, иначе ждать два инсульта, если это интракраниальный стеноз, это европейские рекомендации, да, вот, или же ждать, когда она закроется, и потом пациент уже неэндоваскулярный, он должен идти на экстраинтракраниальный анастоноз, то есть очень много вопросов, и из-за того, что доказательная база маленькая, этим многие специалисты пользуются, то есть если вы прооперировали и получили какие-то нежелательные последствия, то есть там могут быть притязания на более широкий судебный иск, да, да, использование ловушек при позвоночном стентировании, нет, не пользуюсь, я тоже не пользуюсь, но давай поднимемся все-таки в интеркраниальный сегмент, и популяция азиатская больше подвержена атеросклерозу интеркраниальному, и поэтому мне очень интересно твое мнение по стентированию интеркраниальных сегментах в зависимости от клиники без клиники сегменты, осталось более 70% наличие транзитурной атаки или же на МРТ признаков того, что был инсульт, является показанием для того, чтобы пациента оперировать. Наши коллеги европейские высказали мнение, вот если еще есть снижение перфузии на КТ или МРТ перфузии, конечно, это может быть показанием для лечения гипоперфузионного синдрома, но я считаю, что стеноз более 70%, интеркраниальный, может быть показанием для стентирования. При этом у нас есть очень хорошая таблица, мы там выявили по сегментам какие артерии где, и наш опыт показал, что опасные могут быть в плане окклюзии перфорантов, это М1 сегменты, и может быть опасны базилиарные артерии в средней и дистальной трети. Проксимальный третий, максимальный сантиметр базилиарные артерии не имеет перфорантов, поэтому этот участок может быть простентирован коронарным стентом, если речь идет о дистальном стенозе, берется стент малого диаметра или же делается субмаксимальная геопластика и устанавливается самораскрываемый стент. при дилетации обязательно? При дилетации обязательно. Пост дилетации делается на полмиллиметра или же на 0,25 миллиметров меньше номинального диаметра. В этом случае мы позволяем избежать нежелательных окклюзий перфорантов. Только из-за этого или секции боимся? Диссекции может быть, но больше это окклюзия перфорантов. Сам пристраивал. У него было несколько отрицательных моментов это окклюзия перфорантов. Они в один ящик положили пациенту с базилиарным стенозом и стенозом среднемозговой артерии получили окклюзию перфорантов и следование ушло в негативное. Они получили на эксченж маневр кровоизлияние. Сегодняшние стенты позволяют этого не делать. То есть не надо меняться на длинном проводнике. Можно поставить двухпросветный баллон типа нейроспит, сделать ангиопластику и через лошадку есть стенты. Хотя мне очень нравятся коронарные стенты. Если анатомия сонной артерии позволяет, я могу поставить в супроклиной отделе коронарный стент. Я его предпочитаю. Кавернозный отдел с поддержкой. Нет, не обязательно. Если анатомия нету заднего угла, есть угол более пологий и идет на супроклиной тогда можно провести коронарный стент. И мои рекомендации, рекомендации наших отделений это используют коронарные 14-й проводники. Самый любимый это Xeon Blue. Это не реклама, это то, чем мы каждый день пользуемся. опыт показал, что дистальные 3 см это мягкие и потом идет поддержка. Это очень важно. При проверении балунов для ангиопластики при станозах выгодимся коронарным проблемой. Это очень важно, ты пользуешься нервным коронником, у него дистальные 30 см 40 см могут быть мягкие, дает супор. И часто могут сказать ой, получилось, это из-за того, что инструмент чуть-чуть, то есть у станоза цели другие, там инструменты используются другие, и те же двухпросветные нейробаллоны, они пришли из коронарной практики. У ЭБАТа есть ОТВ-баллоны, которые можно провести в среднем сглубе артерии, но через них нельзя поставить стенд. Инда, стенд не поставишь. Но опыт показал, что если через ОТВ-баллон ты проводишь нейропроводник, ты, скорее всего, не пройдешь. Вот если ты используешь коронарный проводник, у него суппорт хороший, поддержка хорошая, и ты можешь пройти. Базиллярная артерия средняя, третья, выше, среднемозговая, М1-сегмент. Все, что за пределами этих территорий, она безопасна, можно сцентировать, окклюзий, перфорантов нет. Но это, как правило, эти территории, которые больше всего поражены. Да, наш опыт показал, что 12,5% составляет поражение М1-сегмента и средний третий базиллярный, и все остальное это территории, где риск получения осложнений минимальный. Выбор стента, он немножко меньше, на сколько? На четверть диаметра, на половину? На 0,25 точно. 0,25, это если коронарный. Обычно мы говорим о коронарных стентах. Если говорить о нейростентах, то стент Кредо или Клинофлекс High Radial Force мы в последнее время заказываем только 5 мм. Его можно ставить в любую артерию. Да, в любую артерию. И у него достаточно хорошая радиация. Если речь идет о Пегасу стенде, то это всегда 4,5 мм. Меньше нет смысла у него радиальной силы будет недостаточной. Скажи, покрытые стенты вы начали использовать? Да, Кредо Hill и Pegasus HPC. На сегодняшний день это только стенты с внутренним покрытием. Да, расскажи, впечатления? Впечатления никак сказать невозможно, потому что мы их не ведем только на аспирине. Это всегда проверенный Клопидогрилл или же Тикагриллор, поэтому говорить, что этот стент лучше или хуже невозможно. Если мануально можно сделать. Ну, кажется, что они проходят хорошо. Так же, как и когда Shield появился, мы почувствовали, что Shield все-таки проходит легче. У него проходимость хорошо, у него открытие хорошо. Скорее всего, покрытие все-таки имеет значение в этих стентах. Но я не скажу, что Аклинофлекс High Radial Force без покрытия чем-то отличается от Криды Хилл. То есть это один и тот же стент, для меня нет разницы. Еще хочу тебе затронуть тему, забыл спросить по поводу аневризм общей сонной артерии. Стенсирование графт, либо же эмболизация? Ну, мой опыт по общим сонным артериям я еще аневризм не видел. Внутренние сонные артерии это мешок 2-3 см у нас были пациенты. Просто ставится плетеный стенд. И он ведет себя как потоковый, И он ведет себя как потоковый, аневризма закрывается. Конечно, первый опыт, когда у нас не было Каспера мы ставили, и Пайплайн ставили, и Фред, и Силк ставили. Затем ставили телескопический Лео плюс стенд. Но последние годы, учитывая, что мы все эти кинькинги, койлинги спокойно можем пройти Каспером, или Роадсейвером, мы эти стенды ставим, вот у нас есть несколько случаев наблюдений, когда был вот такой койлинг или кинкинг, и на нем была аневризма 2 см, 3 см. Мы ждем фоллап результата, и будем делиться своим опытом. по поводу аневризма общей сонной артерии спросил, просто тоже тут с ребятами разговаривал, у меня была аневризма, даже девиадную стентировал, другую эмболизировал, доктор рассказал мне о том, что это шейный сегмент, соответственно, спирали начали пролобировать, прожа, пролиджень была, насчет удаления он не сказал, но это было очень интересно. Хотя аневризма лечится без пирамиды. Все-таки стентировать лучше, да? Обычный графт, да, какие-то самораскрывающиеся? Графты самораскрываемые можно, но можно и... Ихлейские коллеги пользуются, но если это не острая ситуация, нету кровотечения, тогда можно плетеный стемп поставить и забыть трек. Без фоллапа там какой-то через год смотреть, она... Мы делаем катангиографию. Катангиографию обязательно, да. А ну или по УЗИ тут это в принципе видно будет, да. Согласен. Согласен. Я вроде все вопросы с тобой разобрал. Это была очень потрясающая конференция, мой опыт, первый участие в твоем дискуссионном клубе, да, дискуссионном школе. В этот раз он был русскоговорящий, местный. Я могу сказать местный, хотя он интернациональный. И были докладчики из Европы, англоговорящие. из Курсии был коллега... По рассеянному склерозу меня так привлек доклад. Поэтому как бы он уже давно не местный, международный и формат дружественный. Ну да, сегодня мы на горнолыжном курорте, да. И формат такой, что каждый человек имеет право на своем день. у нас нету каких-то ограничений, то есть ну, можно сказать, я так делаю. Конечно, есть стандарты, продавцы, но если ты это делаешь, это не вредит пациенту, это правильно, когда ты достанешь стандартом. согласен. Спасибо тебе большое и достижений в твоих направлениях с Казнейра и тем, то, что ты делаешь, это очень важно передавать свои знания, обмениваться и получать какие-то навыки друг от друга. Спасибо тебе, спасибо вам большое, дорогие друзья, что смотрели и приглашаю вас поставить оценку, комментарий, подписаться, принимайте участие. Будем вместе, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok